Тебя когда отпустили? 21-го, в ночь, ну на ночь, в ночь отпустили, в общем 21-го. Чудесно отпустили, у меня же 20-го был суд, мне суд отказал, а 21-го ночью они пришли и меня тихонечко выпустили, чтобы никто не видел. Так что слава Богу, все нормально, изначально конечно они хотели, чем только не угрожали, статьи такие были страшные. Вот сейчас в конце уже буквально за месяц до освобождения, мне сейчас предъявили обвинение по тяжелым статьям, а потом дело запросило Главное управление Следственного комитета и каким-то образом чудесным они все убрали, все обменили и все, давай, иди домой, в общем вот так. Конечно, слава Богу. Видишь, наверное, если не Господь, если бы не молились и люди, и сам бы Бога не просил, то конечно же они применили бы статью, потому что вот, посмотри, ты в принципе шел по тем же обстоятельствам, как и Квачков. И расскажи, ты все это время, ты в КПЗ был, да? В СИЗО в бутырке, да? В бутырке. Ну, что сказать, брат, я чудесно провел этот год, и знаешь, ты сейчас буквально думал где-то до освобождения за неделю, вот сейчас бы мне, если бы кто-то предложил вернуться назад и, ну, просто остаться дома. И, ну, потерять все то, что я приобрел за этот год. Готов бы я был бы, знаешь, скрипя сердце, я понял, что нет, я бы пошел опять в эту бутырку, опять бы пошел туда, потому что все-таки Господь дал очень многое. Увидеть себя и немножко по-другому теперь, потому что... Да уж, конечно, уж такие-то дела-то именно для этого и проводятся, так Господь и делает. Да, ну, я очень рад, что нас вовремя всех, так сказать, лишили возможности что-либо делать, потому что накипело на тот момент в сердце очень много негодования, и не знаю, как бы мы его реализовали бы, слава Богу, что Господь нас, ну, надо так сказать, на первых порах взял и быстренько убрал от самих себя, Бог нас просто реально спрятал от самих себя, вот так, так что, слава Богу, я очень рад. И как это все закончилось, это тоже счастье, просто радость. Подписки какие-то давал о том, что не будешь продолжать там деятельность свою или что-то? Да нет, от меня никто этого не требовал, мне... Там, наоборот, такие условия создали хорошие, то есть, была маленькая камера, садили людей в основном, не в основном, а всех православных, то есть, хороших ребят. Потом те, которые были маломальски православными, они становились очень православными, все отпускали бороды, то есть, всех... Ну, все... Я говорю, ребята, вы сидите в тюрьме, какая вам разница, отпустите вы бороду, посмотрите на себя хотя бы разочек в жизни, как... И, то есть, многие ребята, даже сейчас кто освободился, они мне фотографии следуют, они и так с бородой остались. У кого какая, но... Как бы человек, он привыкает к этому образу, и он все равно уже потом не может без бороды как-то тяжело на себя смотреть, на голову. Так. Поэтому... По каким статьям ребята были? Да там всякие. Ну, в основном крадуны. В основном крадуны. Но таких статей, как у меня ни у кого, конечно, не было. Ну, так садили ребят, верующих, но крадущих. И, кстати, Бог дал, вот, один человек, который 32 года просидел в тюрьме за карманные кражи, вот сейчас мы с ним попрощались, он бывший мусульманин, фамилия у него Имам Алиев, и вот сейчас, когда я уходил, он дал обет Богу, что он больше никогда в жизни не будет воровать, то есть, он говорит, никогда бы я не мог этого дать, потому что я по-другому жить-то не мог. Ну, и вот так, то есть, брат, там, если рассказывать с самого начала, Бог так сильно укреплял, столько чудес давал. Конечно, внутри, ну, представляешь, сидишь под статьей, под пятнадцатью годами, по сути, он тебя давит, и все говорят, вот, тебе будет срок дикий, типа, ну, и каждый раз ты только, вот, тебе Бог дает какой-нибудь сон, там, допустим, или какое-нибудь откровение, или какое-нибудь случайное встречу, через которое ты понимаешь, что Бог рядом, Он тебя любит, и надо немножко потерпеть. Ну, и все, и видишь, вот, как все чудесно получилось. Этот учитель на меня иск вообще вешал миллиард. У меня иск миллиард, представляешь, и кинотеатр этот, Cinema Hall, как он там, эта сеть кинотеатров, 50 миллионов на меня повесили иска, но, как бы, они сейчас будут в суде пытаться доказать, что я, из-за меня они потеряли миллиард 50 миллионов. Не обижайтесь, а может быть, вы это специально придумали? Я имею в виду всю эту шумиху вокруг фильма «Матильда», который еще не вышел, потому что ситуация действительно складывается своеобразная, уникальная. Ну, вы знаете... Пиар, давайте скажем так. Многие мои коллеги говорят, что это ты сам все выдумал и договорился госпожа Поклонская о том, что она будет работать на этот фильм. Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Мало того, для меня эта ситуация абсолютно была в моей голове не подготовлена и психологически, и эмоционально, что это развернется в такую сторону. Но это так, это так. И если поначалу я это воспринимал как действительно пусть черный, но пиар, и он отчасти наверняка помогает вызвать больше интерес к фильму. Но вот когда появилась... Когда стало не смешно. Я вам скажу, когда появилась... Когда нашим прокатчикам, это компания «Каро», стали приходить письма и звонки от директоров кинотеатров о том, что они получают вот это жуткое письмо, абсолютно экстремистское, агрессивное, с угрозами поджигать кинотеатры, расправляться с людьми, кто руководит этими кинотеатрами. Я понял, что это все не шутки, и мы начали с нашими юристами предпринимать какие-то ответные меры. Вы обратились в генпрокуратуру сразу с двумя исками, да, по сути, с двумя запросами. Да. У меня даже дикая мысль возникла, что теперь в съемочную группу брать работника прокуратуры, чтобы он надирал. Ну, как минимум, хорошие юристы у вас должны быть. Получается, как, знаете, как звонок в полицию, дом заминирован, да, то есть каждый, кто звонит, обязан выезжать и проверять, но ведь это... Ну, так это же абсурд, понимаете, что проверять что? Как можно... Меня удивляет, что уже такие термины появились, кинематографические. Почему надо проверять сценарий? Это вообще внутренний рабочий документ для съемочной группы. На мой взгляд, не хватает следующего от действий государства. Это резко и беспощадно, по закону, естественно, но сейчас те, кто совершил вот эти вещи с поджогами и прочее, ну, простите меня, посадить их надо, потому что они совершили преступление. Вы за свою жизнь беспокоитесь в данном случае? Ну, несколько дней назад вот эта организация, которая называет себя христианское государство, которое почему-то в интернете открыто, чуть ли не по телевидению выступает ее глава, угрожая по-прежнему сжигать с какой-то поразительной фанатичностью, и про меня было сказано, что руки-ноги переломают. Поэтому, ну, пока я хожу без охраны и не собираюсь этого делать, но тем не менее. Ну, он как потерпевший был, да, учитель? Ну, да, он до сих пор проходит, у меня суда еще не было. То есть, на суде вообще я давлю на оправдание, то есть, и адвокат у меня хороший, то есть, он тоже, скорее всего, мы будем давить на оправдание, на полное. Ну, а там как Бог даст. Ну, а судят, судят, по крайней мере, я уже свой максимум отсидел. То есть, уже все, что по этой статье до двух лет, оставили вот эту статью до двух лет, ну, и экстремизм. Ну, а ты сколько пробыл, год, да? Ровно год, да, год и один день. Ну, ничего, быстро время пролетело. Ничего, быстро. Слава Богу. А я, как бы, возвращаясь к камеру, я сразу себе на эти два месяца задач делал кучу. И, то есть, у меня голова не была занята тем, чтобы ждать, там, смотреть телевизор и еще что-то, а была занята именно тем, чтобы, ну, как бы, принять всю ту информацию, которую я запланировал. То есть, я там скачал очень много литературы, книг, видео, флешки, там, все подряд. Ну, а о медицине, о здоровье, ну, духовного очень много. Батюшка каждую неделю приходил, причащал. Сколько же народу было в камере? Ну, четырехместная камера была. Четырехместная камера, администрация тоже очень лояльна. Обыски даже проводились так, знаешь, по-человечески. То есть, ну, сядут, посидят, чай попьют, меня одного в камере оставят, посидят, чай попьют, ну, типа обысок проводят. Вот сейчас звонил туда ребятам, то есть, говорят, сейчас, как бы, я ушел, но начались уже такие небольшие репрессии, потому что, ну, как бы, вот так. То есть, ну, старались, люди старались, то есть, и администрация старалась, и сами зэки, то есть, по-человечески, как бы, себя вести. Нормально, знаешь, самое благословенное там, это все-таки то, что это бутырка. Знаешь, я вот сейчас, когда меня освобождали, я сидел в четвертом боксе на первом этаже, а на профес там боксики, в которых расстреливали людей. И, знаешь, мне батюшка приносил книги старые, именно бутырские, о святых наших, которые там сидели, которых там же и расстреливали, которых на бутырский полигон вывозили потом из бутырки, там же недалеко. И, то есть, я понимал, сидел, что это реально тюрьма, из которой никто не выходил, по большому счету. То есть, это тюрьма, с которой либо едут на 25 лет в лагеря, либо расстреливают. А я, получалось, 21 числа, в день рождения Богородицы, стою на КПП возле такой башни бутырской старинной, и меня освобождают. Думаю, господи, какое вот чувство внутри, сколько людей, которые реально на эту башню смотрели уже перед смертью, а я смотрю на эту башню перед освобождением домой. То есть, какое счастье, ну, как-то такая радость, это надо было пережить, по крайней мере, мне. Ну, ничего, тем более бутырка, знаешь, сидишь, знаешь, что вот там где-то рядышком сидел, там, Лука Война, Ясеницкий, там рядышком сидели, там, какие-то святые. Ну, конкретно камеру не знаешь, но понимаешь, что именно вот этот корпус, на котором я был, он самый старый. Там это, как в каждой камере, вот купольные такие потолки старинные, то есть не было перекрытия еще раньше. Ну, и как-то все так необыкновенно. Напротив, у моих окон был храм. На храме еще такие слова золотые написаны, помяни Господи во Царстве Твоем за веру Христово убиенных. Представляешь, ну, там, потому что бутырки убили очень много священников. И на этом же крыльце, где эти слова написаны, приехал патриарх на Пасху. Прям напротив наших окон патриарх выступает. Ну, время летело быстро. Единственная забота у нас, реально, это семья, дети, ребенок. То есть все остальное, оно как-то легче, гораздо легче на сердце, потому что, ну, что... Тем более Господь помогает, семья у меня благословенно проживает этот год. Ну, они где? Тут оставались на месте или куда-то съезжали? Нет, у меня жена, ребенок здесь дома. Все остальные поуезжали. Поиспугались милицию, поиспугались. Я даже не знаю, где они все. Все поулетели куда-то. Поэтому... Знаешь, я даже рад немножко, Господь, я считал чистый лист. Нет никаких обязанностей, никакой ответственности, по большому счету. Ну, семья это, как бы, в любом случае, ответственность Жена, ребенок. А все остальное у меня чистый лист. Все это по плоти, брат. Это плотское. Развитие наше происходит только внутри нас. Внутри себя только. Каждый, как говорится, спасается сам. А то, что люди, если тянутся к кому-то, то вся эта тяжба только по плоти. Да. Ну, ничего, слава Богу. Как ты там, брат? Здоровье тяжко, да? Да я не знаю. Я же говорю, когда попал, вот только первый месяц лежал, и я матушке вопрос задаю такой, я говорю, что лучше вот так лежать? Но я тогда еще не думал, что я навсегда буду. Вот, а так думал, может, лет пять-десять. Вот, я ей такой вопрос задаю. Я говорю, ну, как ты думаешь, что лучше, с руками, с ногами и в тюрьме, или вот так без рук, без ног и в койке? И мы с ней раз так и задумали, знаешь. Думай, мой. И я вот этот вопрос для себя до сих пор не решил. Я не знаю, понимаешь, где легче вот туда попасть, где ты был на десять лет, да, или пожизненно, или вот здесь лежать. Я не знаю. Вот сейчас меня спроси, я не знаю, что выбрать, что лучше. Наверное, все-таки я вот это выбрал, то, что где сейчас, потому что, знаешь, как, все-таки, хоть и боли вот эти, но все-таки свободы больше. Ну, как, вроде на месте лежишь, но все равно чувствуешь вот эту свободу, да? А там вот это вот давление над тобой, то есть, ну, да, душой ты свободен вроде бы, но все равно внешнее давление. Мы, когда с ней познакомились, я лежал только вот 12 лет. И сейчас уже сколько, сейчас 17-й год, а тогда вот был 12-й год, я ему говорю, а он спрашивает, ну, сколько ты это лежишь-то? Я говорю, да 12 лет, а он говорит, о, уже три университета. А он, опять же, у людей, когда спрашивает, да, ну, ты говорит, сидел, вот, или в монастыре было, или болел? Ну, как, во-первых, и крестьяне все, ну, такие святые, можно сказать, и апостолы, и все, и отцы, они-то буквально все прошли вот эти, можно сказать, препятствия в жизни, да, или болезни, или тюрьмы, гонения. Без этого никто не миновал. Поэтому, видишь, когда вот эта вот жизнь в покое, то, можно сказать, и не учишься ничему. А это, ну, он сам ничего почувствовал, он себя сам же, знаешь. Я вот, как ты говоришь, что променять там вот на свободу, ну, какой-то я, конечно, бы не променял вот это состояние. Единственное вот то, что боли эти, ну, кошмар. Ну, все равно Господь дает терпение, слава Богу. И, знаешь, Бог реально очень сильно укрепляет. Начиная от того, что, ко мне, представляешь, ко мне батюшка приходил каждую пятницу в камеру и причащал меня. Такого не знаю. В Бутырке люди... А он историю знал твою, да? Ну, все знал, да. И он вот сейчас мне пишет, то есть мы сейчас с ним, он мне фотографии скидывает со службы в храме. И он иеромонах. Иеромонах Мельхиседек. Бутырский. В Бутырке работает. Такой очень золотой человек. Такой очень, как бы, человек слова. То есть обещал приходить каждую пятницу. Он меня причастил 33 раза. Вот за весь срок, вот, ровно 33 раз я причастился. Записывал много. Дневник вел. То есть каждый день анализировал все, писал, читал. Конечно, время у меня шло очень продуктивно так-то. Батюшка мне приносил книг очень много. Я книг с собой увез, 4 сумки огромных. Я с собой их забрал. Подумал, на память заберу. Батюшка сказал, что если надо будет кому-то, я куплю книги и вышлю. Но вот эти старые книги, знаешь, он мне принес книги Бутырские, старые, 90-е годы, 80-х, конце 80-х. То есть в них та информация была, которая сегодня, в принципе, считается запрещенной. То есть, ну, тогда она как бы была такая. Люди открыто говорили о многих вещах, там, постсоветское время. И такие книги прям сильнейшие. Их сегодня не найдешь. А зэки, они в основном такую литературу не ценят. Там смотришь, страничка вырвана, кто-то там сигаретку из нее скрутил, я не знаю. Ну, я решил, что... Ну, а что за книги-то? Хоть так вкратце расскажи. О чем? Ну, просто духовные книги, в которых люди не думают о том, что можно говорить, а что нельзя. Вот так скажем. То есть, свои вещи называют своими именами. То есть, все, что происходит сегодня и в политике, и в духовном мире, и вообще во всей этой жизни. То есть, бесцензурные книги. Потому что сейчас же все даже взять книги, даже о наших святых сегодня. То есть, очень многие книги, которые выпускались в 90-х, их сегодня не выпускают. Уже более подкорректированная информация. Уже более такая, какая-то другая. А там все такое искреннее, чистое, открытое, простое. Люди, если хотят говорить там слово «жиды», к примеру, они говорят. Если хотят говорить какое-нибудь другое слово, они не говорят. А сегодня все это так, как-то, уже нельзя. Ну, и что, батюшка, в общем, золотой. Мне попался, слава Богу. Причащал регулярно, книги приносил, свечки приносил. Людей хороших переводили. И администрация была, ну, очень по-человечески относились. То есть, не было никаких репрессий, так скажем. Да, не знаю, я вообще счастливый человек, брат. Хоть я там и побывал, но я так рад, что я был именно в Бутырке. Я не знаю, Бутырка такая тюрьма чудесная. Именно в плане духовном. Ты в ней сидишь, и эти стены, эта решетка, у тебя решетка за окном. Ты понимаешь, что ей 250 лет. Она вот именно та решетка, которую еще тогда ковали, 100 миллионов лет назад. И вот я и дотрагиваешься до этой решетки, понимаешь, что она видела все, что происходило во дворе. Ну, там, что людей выводят, убивали, расстреливали, увозили, мучили. Эти стены вымучены, они все это слышали, они все это чувствовали. Столько книг прочитал, там, начиная от Толстого, заканчивая, там, другими писателями о Бутырской тюрьме еще тех времен, там, начала 19 века. И как-то ты всем так проникаешься, как будто сама тюрьма тебе, вот эти стены измученные, они, ну, не знаю, от них идет какая-то энергия особая. Потому что это не просто измученные стены, они не просто обозленная информация вот эта, а она еще вымоленная. То есть, они еще, человек злится, некоторые, а большинство молятся. И у нас в камере, представляешь, молились все. Все до единого, кроме одного человека, который пришел, он там, якобы, протестант. Ну, и у него в итоге, там, появились проблемы. И ему пришлось уйти от нас, вот так. Ему очень захотелось курить, и, а он до этого пообещал нам, что он бросает курить, в общем, так. И он взял и ушел с камеры. Ну, я его держал, я пытался его остановить, но ему очень захотелось свобода, ему очень надоела вот эта монастырская камера, в которой надо выключать телевизор, когда кто-то молится, в которой надо, там, послушать духовное, в которой не матерятся, в которой не смотрят по телевизору голых баб, там, я не знаю, в которой, ну, в которой живут по-человечески. И это его напрягло. Хотя он протестант, он там, вроде, мама протестантка, но вот, опять же, столкнулся с протестантизмом в очередной раз и увидел, насколько там все вот так вот. Нету тверды, твердыни нету духовно. То есть человек такой вообще, не знаю, ветром подгоняемый, непонятно с каких сторон. Вопрос, что за протестанты? Сегодня такая тенденция, в общем, новая, ну, озвучили вот эти вот церковные эксперты, такие, такие есть эксперты, в общем, у нас, ну, можно сказать, духовные. На каком духовном этапе находится сегодня церковь? То есть, что они, какой вывод они сделали? Вся молодежь, не 99, не 98, а 100% современной молодежи, то есть вот эти, начиная с рожденных с 2000-х годов, все против московской патриархии, все 100%. То есть, как они сказали, сделали вывод такой, что православную церковь ждет новый этап, как же это слово, они, то есть, а, этап презрения. Просто сегодня у церкви есть одна большая проблема. Эта проблема заключается в том, что людей не берегут, не берегут паству священники, не берегут тех людей, которые пришли и задают вопросы. Священники не ценят эти вопросы, священники не ценят интерес к церкви, очень многие священники. Поэтому и получается, что люди видят, когда приходят к протестантской какую-нибудь общинку, видят там интерес, видят радость, видят обнимашки, там, целовашки, то есть, им кажется, что вот здесь вот все хорошо. Люди просто хотят быть не одинокими и не хотят безразличия. И ему безразлична жизнь того человека, который к нему пришел и обратился за помощью. Когда женщина приходит, плачет, он думает не о том, не о ее слезах, о ее душе, а думает о том, что она в штанах стоит. То есть, это неправильно. Вот из-за этого все и проблемы. То есть, люди просто стали безразличные, холодные какие-то, у всех законники, прям реально фарисейство как. А вот мы сидим, вот сидели реально в камере. Разные люди совершенно. То есть, один всю жизнь воровал, другой всю жизнь там еще что-то створил. И как-то все так объединились, что в итоге те люди, которые говорили, что мне это чуждо, я это никогда не понимал, не слышал, мне это не надо. Они брали крест, одевали, и мы вместе молились, вместе целые часами читали молитвы перед причастием, причащались все вместе. То есть, людям интересно, потому что они, во-первых, им важна компетентность, а во-вторых, им важно не безразличие. В-третьих, им важна любовь. Какой бы человек ни был, хоть он зэк, хоть он там бандюгам, хоть он кто-то, ему важна любовь, именно братская. Мы в камере, наверное, это единственная камера, в которой мы говорили друг друга, я люблю тебя, брат. То есть, причем все эти люди, с которыми мы не монахи встретились, не верующие, просто люди, которые сидели там, своей жизнью жили, и как-то вот мы начали. Им стало это приятно, они поняли, что есть человек, вот я, например, я ему говорю, я тебя люблю, не потому что я его как-то люблю, а потому что я его реально люблю душой и сердцем. То есть, им хотелось со мной поделиться тем же самым чувством, и как бы становилось все очень по-братски. Вот так. Это отношение семейное, можно так сказать. Когда люди начинают жить рядом по плоти, то оно возникает, это чувство. По поводу того, что ты говоришь, вот это, знаешь, в православии есть, ну, это, в принципе, оно в христианстве есть такое понимание, как странно-приимство. То есть, вот о чем ты говоришь сегодня, не хватает вот этого в православии, к людям нет вот такого подхода, можно сказать, семейного, да, то, что у вас было в камере. Вот смотри, этот, это тоже не выход из положения. То есть, этот эксперимент прошел вот буквально четверть века в протестантизме, да, вот как ты пример приводишь, то, что как они принимают тепло людей. Ты посмотри, что сегодня говорят вот эти протестанты по истечении их пребывания, допустим, пять-десять лет, да, вот какой-то из общин протестантских, они все говорят, что это ложь, все это наиграно, понимаешь. Их именно этому обучают, именно этому обучают. То есть, вот это внешнее странно-приимство они вроде имеют, а внутреннее его нету. Чуть касается дела. Надо собирать людей, предварительно проверяя их. То есть, для этого существуют общины, да. Ну, у кого-то там достаточно месяца, на кого-то год уходит, чтобы проверить, что за человек. Вот. То есть, люди по духу должны быть одинаковыми. Вот в чем, вот посмотри, история первых веков, в чем заключалось вот это вот образование людей, почему их, возьми, древний Рим, почему христиан узнавали на улицах, да, ну, на них пальцем показывали, вон, говорит, христиане пошли, понимаешь. Ну, то есть, как сегодня ему на цыган показывали, ну, тогда вот так были христиане. Это другие люди другого духа. А сегодня что? Она сегодня вот теплоохладность, по большому счету. Ну, я тебе уж как-то говорил, то, что вот люди, которые вот к тебе приезжают, там, вот это, это все теплоохладность. Это будет, конечно, он проявлять вот эту любовь, покуда вот ты с ним будешь хорошо. Вот чуть прояви вот эту вот строгость какую-то, обличение, все, и чего увидишь, кто перед тобой, что за человек. Все это тщетно, все наши старания, знаешь, перед Богом они ничего не значат. То есть, а все это рушится, как карточный домик. Все наши планы, мысли. Поэтому в этой жизни просто надо течь вот именно по духовному течению. Главное, чтобы знать, что это от Бога. И все, и Господь во всем укрепляет, во всем направляет. В каждый момент. То есть, начиная с того дня, за месяц до того, как меня посадили в тюрьму. То есть, вот у меня до сих пор стоит иконка батюшки Серафима, которая мироточила. То есть, и до сих пор мира на плачущем глазике, на правом. И правая, благословляющая рука на ней для мира застыла. А я год не выходил ни в интернет, никуда. Два раза у меня была возможность, или три, я там телефон брал. Да и как-то не хотелось. Знаешь, мозги отдыхают. Так хорошо прям, знаешь, на душе. Отдыхаешь, понимаешь, что Бог дал тебе возможность отдохнуть. Еще, знаешь, я когда только сел в карантин, меня привели, в камеру закрыли. И мне так тяжело на душе было вообще. Два месяца выписали меня. И сижу такой, думаю, Господи, так на душе скорбно. Семья осталась. Думаю, так вообще. Не планировал я в тюрьму, думаю, вообще. И открываю книгу. Говорю, Господи, ну дай утешение какое-нибудь. А, и стучу в камеру. Я говорю, принесите мне, пожалуйста, Библию, если есть. И она пошла в храм и принесла мне одну книгу. Это принесла первую книгу «Жития святых» Дмитрия Ростовского. Первая книга, это... А, нет, второй месяц, октябрь. И в октябре первый день, я открываю первый день, и там первый день, это же как 14-й день, день покров Богородицы. А мы с женой поженились на покров. И следующие слова, которые я открываю, Господи, ну дай утешение. И такое, открываю слово, и там написано «Не скорби, чадо, потерпи лишь эти дни, назначенные для исполнения тобою. И позже мы наградим тебя гораздо более, чем обещались». Ты знаешь, такие слова вообще, вот прям вот попал на них, и я вот ими жил все эти 12 месяцев. «Не скорби, чадо, потерпи лишь эти дни». И я думаю, Господи, я потерплю я сколько надо. Лишь эти дни. Думаю, слава Господу. И потом дальше, брат, конечно, вообще чудеса Бог давал очень такие серьезные. В каждом моменте. Начиная от людей, которые приходят. Да я понимаю прекрасно. Я с этими чудесами тоже живу и нарадовался. Знаешь, что, становится уже, начинаешь привыкать к этим чудесам. И уже иной раз у Господа прощения просишь. Господь, да прости ты меня. Ты мне такие вещи показываешь, а я уже привык к этому. Конечно. Да. Еще начал, думаю, ну, плохо это, неплохо. Знаешь, некоторые говорят, может это плохо, может неплохо. Но я стал записывать свои сны. Думаю, ну, я проанализирую. Думаю, время есть, тем более, ну, тюрьма все-таки. Ты же спишь. Тем более, ты не устаешь, по большому счету. И сны ты запоминаешь, получается. Я записывал все сны. Записал 485 снов. Ровно. До освобождения. И, знаешь, брат, я и стал анализировать, то есть моменты. Знаешь, тут сны. Вот, допустим, снится мне сон, да. Я стою, захожу в храм и вижу алтарь. И на алтаре висит всего лишь одна икона Матушки, Матроны Московской. И я подхожу, икона красивая такая, прямо аж светится. И мне захотелось поблагодарить Бога за Матрону Московскую. И я перекрестился и поклон делаю. Говорю, Господи, слава тебе за все. И такой голову поднимаю, смотрю, Матрона тоже стоит в поклоне, на иконе. То есть она стояла ликом, а стоит в поклоне. Я стою, не понял, думаю, так, это икона или видео. Обошел икону, она опять на меня ликом смотрит. И потом я опять делаю поклон, Матронушка опять поклон делает вместе со мной, Господу. И батюшка заходит, я говорю, батюшка, это икона или видео? Я вообще не понимаю. Батюшка говорит, ты знаешь, все святые, в тот момент, когда ты молишься, они молятся вместе с тобой, Господь, на небесах. И это икона, говорит, это икона, именно это и показывает. Даже такие сны, то есть, как бы, некоторые говорят, сон от Бога, не от Бога, откуда ты знаешь. Вот такой сон, как он может быть не от Бога, когда эта информация, она реально такая, она тебя укрепляет, она тебя как-то дает такую силу. Или там, вот снился мне сон, что я освобождаюсь из тюрьмы, снился он мне в декабре, 12 декабря он мне снился. Освобождаюсь из тюрьмы, со мной вместе выводят парня, которого посадили со мной в один день. Ну и хорошо, и там некоторые, опять же, моменты. И все, меня одного выводят, ты представляешь, ко мне в четвертого заводят, в четвертый бокс, ко мне парня. И он говорит, слушай, я не ожидал вообще, я еще два часа назад сидел, и вот сейчас мне выводят, и говорят, меня освобождают. Я говорю, тебя какого числа посадили? Он говорит, 21 сентября. То есть со мной в один день его посадили, год назад. И я ему открываю дневник, вот этот момент, я говорю, смотри, видишь? Я говорю, с бутырки вообще не освобождают, особенно по два человека, не выводят никогда. Я говорю, видишь? И он мне начинает рассказывать, как он к Богу пришел. Оказывается, он верующий человек. И он рассказывает про Матрону Московскую. И говорит, ты знаешь, меня Матронушка привела к Богу. А он сам предприниматель, сидел за торговлей автомобилями, что-то у них там, какие-то автосалоны или еще что-то. И он мне рассказывает свою историю. Он раньше, давным-давно употреблял наркотики. И говорит каждый раз, он сам москвич, он с этими торговцами назначал встречи возле монастыря Матронушки на Таганке. И говорит, всегда этот торговец опаздывал на 40 минут. И он говорит, эти 40 минут подходил к иконке Матронушки, которая на улице, и поклоны делал. Говорил, Господи, но Матронушка, помоги мне избавиться от этого. И вот говорит, ровно год или там полтора он подходил каждый раз. И в один прекрасный день он почувствовал, что он этого уже не хочет. И вот он торговца все это купил, и все раздал. И говорит, с того дня прошло уже 15 лет, и он больше никогда в жизни не хотел. Он говорит, я даже смотрел, приходил на притон, и смотрел на это все, что они там делают, и чувствовал, что я не хочу. И я, говорит, благодарил именно Матронку. Вот да, опять же, сон. То есть, вот этот человек, я его видел. Я знал, что он вместе со мной выйдет. Я не знал число точное. Опять же, меня с ним другой человек. Ну, просто много. Как бы там молишься, читаешь и спишь. То есть, основное время. Поэтому. Милса Сергей Бодров, который погиб, помнишь, да, в 2002 году. Я не знаю, какой это человек, кто он, но он мне сказал, что я освобожусь скоро. И я проснулся, и я освободился в день его смерти. Представляешь, что я не знал, когда он мне сказал об этом в марте во сне. А вот я сейчас потом Марине уже звоню, говорю, Марин, посмотри, когда у него день смерти. Оказывается, он погиб с 20 на 21 сентября. То есть, у него официальная дата смерти. То есть, вот такие вот моменты. Я не знаю, что Бог дает. А ты о нем не думал даже, да? А вообще, я о нем ничего не думал. Я ему хотел что-то сказать. Он говорит, во сне говорит, все меня, ну, я даже могу прочитать, здесь написано. Вы, говорит, меня знают не тем, кем я уже давно, знают тем, кем я уже давно не являюсь. Вот так. Вот такие его слова. Но он пришел в этом сне, он был в черном одеянии, почти монашеском. И рядом с ним было много священников, в черном батюшек. То есть, они были такие, ну, как бы я видел от него, ну, такого, божьего человека. И знаешь, вот сейчас я еще не смотрел, но я уверен, что он человек божий. Потому что, ну, все-таки, как я помню, о нем, от него какая-то, ну, что-то добра было очень много. Такой, какой-то хороший человек. Но я о нем ничего вообще ни католики не думал. Знаешь, даже думаю, ну, как же, вот при чем-то думал, там не думал, думаю, вот я думаю о Христе, я каждый день молюсь Христу, каждый день молюсь Богородице, я каждый день молюсь Государю, каждый день у меня молитва. Но почему-то мне царь Николай, ни разу в жизни не приснился. Почему-то мне Иисус Христос приснился один раз в жизни. И один раз, когда я пережил клиническую смерть, я с ним пережил встречу. То есть, видишь, здесь, конечно, имеет значение, о чем ты думаешь, но все-таки Господь и что-то духовное в жизни, оно не приходит от того, насколько ты об этом думаешь. Оно как-то по Божьей воле, наверное, все-таки именно в нашу жизнь приходит. Да, с ног Бог дал много, откровений много, да и вообще много писал. Знаешь, читаешь, пишешь, молишься, ходишь туда-сюда по камере, каких-то мыслей миллион, пишешь, опять читаешь, опять молишься, опять ходишь, пойдешь, там немножко позанимаешься, энергию эту выгонишь. Ну, как-то так. Ну, ничего, я сейчас пока, знаешь, в таком состоянии нахожусь, в такой радости, я вообще, все, что происходит в моей жизни, я все это, конечно, не заслужил, но как-то все так хорошо, как-то все так классно, как-то все так благословенно. То ли еще будет, жизнь, она продолжается, видишь. Я тоже себе смерть все гадаю, когда она там, эта смерть, а ей даже и не пахнет. Тут все новое и новое. По крайней мере, знаешь, у нас ни организация, ни нас не объявили никого экстремистами, хотя сейчас даже за малейший проступок в списки в эти вносят экстремистов России, там за какой-нибудь репост там в интернете, еще что-то. А тут как-то во всем поступили по-человечески в итоге. Сначала стращали, конечно, но а сейчас мы с Богом, как бы, что бы они ни сделали. Знаешь, брат, я каждый раз всем говорю и говорил и буду говорить о том, что наше счастье, что наша жизнь временная, это реально такое благословение, что бы ни произошло, наша жизнь временная. И самое наше большое счастье это то, что Бог видит в наше сердце. И Он знает, в чем мы правы, а в чем нет. Не важно, пускай, хоть кто, что хочет, думает, говорит, делает, как бы там сатана не переначил то, что твои дела или твои поступки, самое главное, чтобы Бог видел, что в твоем сердце правы. И вот это вот меня больше всего радует. Знаешь, как от любого человека можно что-то скрыть и там где-то как-то нас лукавить, а против Бога, от Бога ничего не скроешь. И вот это, для меня это самое главное радость, что от Бога я ничего не скрою, Он все знает, вот все, вот Бог все знает. А людям ничего и не докажешь, люди же не так устроены, что сегодня у них одно, завтра у них третье, пятое, десятое. наша задача действовать, как Господь действовал, как апостолы действовал. Поэтому мы счастливы, что мы умрем и мы счастливы о том, что каждый наш шаг видит Бог. Кто-то от этого расстраивается, конечно, а кто-то этому радуется. Поэтому... у меня вот когда ты уехал в сентябре в прошлом году, у меня, в общем, кишечник, все такое, ну, я похудел, у меня есть фотографии, выставлял в интернет тоже. Ну, все, уже с людьми прощался, то есть, фотографии есть у меня в ВКонтакте, ну, я там не знаю, вот сейчас я знаю, сколько одни кости у меня, а это я еще в два раза больше похудел. Уже не ел ничего, наверное, ну, месяц уже, недели три ничего не ел. Ну, конкретно уже все, был готов. То есть, Господи, слава Богу, я дождался, понимаешь? А тут люди, как стали валиться, сотни люди пишут в этом ВКонтакте, пишут. Я уж хотел просить, я говорю, люди, да не молитесь, у меня планы другие, понимаешь? Значит, так, у меня планы другие, остановитесь. Да, слава Богу. Да. Останьте видео. Да. Сейчас, слава Богу. Так хорошо с Господом, с Господом жить, я знаешь, вот о том, что ты вот начал говорить от людей, скрыть что-то можно, ну вот, опять же, это вот просто себе, как, ну, может быть, знаешь, опять же, я вот этому и учусь по сей день, чтобы жить максимально открытым, то есть, ну, не до глупости, конечно, открывать-то себе, простота детская, да, детской простоте, как они умеют прощать, вот, знаешь, обижаешь ребенка, там, его наказал, он вроде плачет, тут же он уже смеется, все, он к тебе отношения имеет нормальные, и вот в этой открытости перед людьми, не стесняться там вымерять каждое слово, и ценится это в людях, и вот больше со временем, с годами, начинаешь вот это ценить в людях, понимаешь, вот эту чистоту, чистоту и открытость, люди, как-то они заблокированы, все равно, к каждому какой-то код, к каждому какой-то подход, и когда они видят, что ты с ними открыто уже начинаешь общаться, и когда они начинают постепенно перед тобой открываться, то есть они видят, что для них это приемлемо, вот это общение, и потом, когда они уже до конца открываются, насколько радостно человеку становится, когда он становится самим собой, знаешь, как недавно услышал такие слова, дай Господи нам увидеться хоть разочек, а в Царстве Небесном не расставаться никогда, в этой жизни встретиться хоть раз, а в следующем не расставаться никогда, поэтому, в этой жизни, конечно, знаешь, некоторые тоже, да, смотрят, как бы, и на тебя, да, там, человек умирает, например, но, надо нам всем жить в таком состоянии, просто тяжело, конечно, когда у тебя руки-ноги на месте, жить в состоянии перед смертью, все время о ней думать, но это важно, это реально важно, то есть, каждый день мы можем умирить, непонятно от чего. Мне легче в моем состоянии научиться именно духовной жизни, вот, понимаешь, как именно без рук, без ног, ты уже начинаешь больше думать, то есть, у меня нет такого вот, ну, тесного общения с людьми, я, можно сказать, один лежу, да лежу вот так, целыми днями, понимаешь, то есть, если есть общение, но оно не всегда тоже, много болеешь, и сил нету для разговора в интернете, вот, если бывает, там, раз в неделю с кем-то, поговорю максимум два, а так я практически один лежу, и, понимаешь, оно общение, вот это у меня происходит на духовном уровне, то есть, опять, с тем же с тобой, я, мне не нужно с тобой не по интернету, а общаться, понимаешь, я только вспоминаю о тебе или помолюсь, и у меня вот он, ты раз, и вот сейчас ты вот вышел, понимаешь, и вот каким я тебе представлял, такой ты вот и вышел, ну, в камере побыл, ты понял, что это такое. Ну, ничего, я, как бы, я поменялся, конечно, достаточно сильно, как бы, другая ступень какая-то, ступень абсолютного, как бы, если сказать, беззаконничество, что ли, да, то, что во всем требуется, не то, что беззаконничество, даже, а рассудительность, да, то есть, во всем требуется, не закон даже, а рассудительность, то есть, мы должны каждый момент глубоко рассуждать и задумываться о том, что правильно, а что нет, а чтобы правильно рассуждать, нам необходим опыт и знания, вот эти знания и опыт Господь дает, то есть, когда ты на пути к рассуждению, конечно, ты должен жить законом, какими-то твердыми правилами, Когда однажды наступает день, и ты понимаешь, что есть правило, а есть любовь, а есть Христос? Павел говорит, что я умер для закона. То есть для нас весь закон во Христе, в Духе Святом весь наш закон. То есть наша совесть – это и есть закон. Когда совесть наша обличает нас, мы беззаконно поступаем. У нас свой закон, наш закон – это Христос. Аминь. Да, умер для законов. Золотые слова. И знаешь, чем больше ты живешь, тем больше ты их начинаешь понимать все глубже и глубже. Потому что просто умереть и просто не слышать что-то опасно. Опасно, потому что все-таки есть закон, есть учения, и отцов святых, и Библии. Но чем дальше идешь, тем больше ты понимаешь, что всему свое время. Мы живем в определенное время, в определенном месте. И все-таки не зря апостол Павел сказал, смотрите, вы беззаконны, но смотрите, чтобы это беззаконие не сделало вам в ущерб. Вы сами не наошибались в этом своем вольном пути. Поэтому здесь требуется рассуждение, конечно, очень важно. А рассуждать, опять же, без знаний и без опыта очень сложно. Ну ничего, брат, слава Богу, рад был тебя увидеть, услышать, пообщались. Ты уже в субботу уезжаешь, да, домой? Ну, как Господь управит. Может, в субботу, я не знаю даже, а может быть и в понедельник. Ну просто как, насколько смогут люди приехать. Вот, там машина тоже нужна особенная, чтобы меня перевозить. Вот, и когда освободится их машина, точно не знаем. Может и в субботу, а может и в понедельник. А ты когда хотел приехать? Да, думал, вот, может, приехал бы в субботу, в пятницу. Не знаю. Может, в пятницу приехал бы. Ну, если мы, если не соберемся к выходным, то чё, я тебе тогда спишемся, я дам тебе знать. И будет время, приедешь. Ты как сейчас, у тебя, как сейчас по заболеванию? Да, слава Богу, за всё. Ну, полгода назад было сложнее намного, чем сейчас. Слава Богу, я очень хотел освободиться с тобой, встретиться, конечно. Думал, как бы Серёга не оставил меня тут, пока я не лыжусь. Ну, ничего, брат, слава Богу. Ладненько, брат, слава Богу за тебя. Держись, родной. Всё будет хорошо. Давай, был рад пообщаться. Давай, дорогой. С Богом. Субтитры создавал DimaTorzok